На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и зайчьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание. — Был я выпивший, — сказал он, — до полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяно полез в реку купаться. Купаюсь я. Глядь, идут по плотине два человека и что-то черное несут. — Тю! — крикнул я на них. — Они испужались. И что есть духу, да, вай, стрякача, к макарьевским огородам. Побей меня, бог, коли то не барина волокли. В тот же день, перед вечером, Псеков и Николашко были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок. Часть вторая Прошло двенадцать дней. Было утро. Следователь Николай Ермолаевич сидел у себя за зелёным столом и перелистывал кляузовское дело. Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол. — Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. — Отчего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли? Я не говорю, что я не убеждён. Я убеждён. Но не верится как-то. Улик настоящих нет, а всё какая-то философия. Фанатизм, то да сё. — А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни, юристы. Так я же вам докажу. Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела. Быть вашей Марьей Ивановне в Сибири я докажу. — Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное. Оно покажет вам, как права моя философия. Дайте мне только поездить. — О чём это вы? — Про шведскую спичку-с. — Забыли? — А я не забыл. Я узнаю, кто зажигал её в комнате убитого. Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Мария Ивановна. И я докажу. Дайте только поездить по уезду. Пораз узнать. — Ну, ладно, садитесь. Давайте допрос делать. Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаге. — Везти Николая Тетехова! — крикнул следователь. Вбили Николашку. Николашка был бледен и худ, как щепка. Он дрожал. — Тетехов! — начал Чубиков. В 1879 году вы судились у судьи первого участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 году вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму. Нам всё известно. На лице у Николашки выразилось удивление. Сведение следователя изумило его, но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели. — Ввести Псекова! — приказал следователь. — Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия. — Садитесь, Псеков, — сказал Чубиков. — Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали своё участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. — Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. — Ну, рассказывайте нам. — Ничего я не знаю. И улик ваших не знаю, — прошептал Псеков. — Напрасно-с. — Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. — Субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво. Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога. — Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своём желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай по данному знаку схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой — на голову. В это время из синей вошла известная вам женщина в чёрном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далее. Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его. Перенесли через плетень. Потом пошли по дороге. Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами? Всеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался. Мне душно, сказал он. Хорошо, пусть. Только я выйду, пожалуйста. Всекова вывели. Наконец-таки сознался. Сладко потянулся Чубиков. Выдал себя. Как я его ловко, однако, так и засыпал. И женщину в черном не отрицает, засмеялся Дюковский. Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка. Не могу долей терпеть. Прощайте. Еду. Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает. Жила я только с вами, а больше ни с кем, сказала она. В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости. Пенни в виде витсы. Пришел, увидел, победил, сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, черт вас возьми совсем. Слушайте и удивляйтесь, старина. Смешно и грустно. В ваших руках уже есть трое, не так ли? Я нашел четвертого, или, вернее, четвертую, ибо и это есть женщина. И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни. Но слушайте. Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили нет. Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Воландался целый день и только час тому назад набрел наискомое. За три версты отсюда подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет. Сейчас кто купил эту коробку? Пока это понравилось ей. Пшикают. Голубчик мой, Николай Ермолаевич, что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио, так уму непостижимо? С сегодняшнего дня начинаю уважать себя. Уф! Ну, едем! Куда это? К ней, к четвертой. Поспешить нужно, иначе... Иначе я сгорю от нетерпения. Знаете, кто она? Не угадаете. Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна, Вот кто! Она купила ту коробку спичек. Вы... Ты... Вы... С ума сошел! Очень понятно. Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена с Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь окульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте! Скорее, а то уже темнеет. Поедемте! Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину. Благородная, честная! Тряпка вы после этого, а не следователь. Никогда не осмеливался бронить вас, а теперь вы меня вынуждаете. Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаевич, прошу вас! Следователь махнул рукой и плюнул. Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю, наконец, сделайте мне одолжение хоть раз в жизни! Дюковский стал на колени. Николай Ермолаевич, ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины. Дело ведь какое! Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик! Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе. Ну, черт с тобой, сказал он. Едем! Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового. Иемы, свиньи, сказал Чубиков, берясь за звонок. Беспокоим людей! Ничего, ничего! Не робейте! Скажем, что у нас рессора лопнула! Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина лет двадцати трех с черными, как смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна. Ах, очень приятно, сказала она, улыбаясь во все лицо. Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома, у папа засиделся, но мы и без него обойдемся. Садитесь, вы это со следствия? Да-с, у нас, знаете ли, рессора лопнула, начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло. Вы сразу ошламите, шепнул ему Дюковский. Ошламите! Рессора, м-м-м, да. Взяли и заехали. Ошламите, вам говорят. Догадается, калеконетелить будете. Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь, пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. Не могу, ты заварил кашу, ты и расхлебывай. Да, рессора, начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. Мы заехали не для того, чтобы, эм, ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали за тем, чтобы спросить вас, милостивая государня, где находится Марк Иваныч, которого вы убили? Что? Какой Марк Иваныч? залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг в один миг залило с алой краской. Я не понимаю. Спрашиваю вас именем закона. Где Кляузов? Нам все известно. Через кого? спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского. Извольте указать нам, где он. Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал? Нам все известно с я требую именем закона. Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал, положите нам, и мы уйдем, иначе же мы... На что он вам? Почему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать. Вы дрожите, смущены? Да, он убит, и, если хотите, убит вами. Сообщники выдали вас. Становиха побледнела. Пойдемте, сказала она, тихо, ломая руки. Он у меня в бане спрятан. Только ради Бога, не говорите мужу, умоляю вас, он не вынесет. Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно, накрапывал мелкий дождь, становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, схлипывавших под ногами. Двор был большой, скоро кончились помои и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями маленький домик с покривившуюся трубой. «Это баня», сказала становиха. «Но умоляю вас, не говорите никому». Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок. «Приготовьте огарок и спички», шепнул следователь своему помощнику. Тоновиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса. дальше пошли в следующую комнату в баню. Там тоже стоял стол, на столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки. «Но где же этот? Где убитый?» спросил следователь. «Он на верхней полочке», прошептала становиха, все еще бледное и дрожащее. Дюковский взял в руки агарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп. «Нас морочат! Черт возьми!» закричал Дюковский. «Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван! Эй, кто вы, черт вас, возьми!» Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем, оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову. «Кто это лезет?» спросил охрипший тяжелый бас. «Тебе что нужно?» Дюковский поднес к лицу неизвестного агарок и вскрикнул. В погровом носе, в зъерошенных, нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова. «Вы Марк Иваныч?» «Не может быть!» Следователь взглянул наверх и замер. «Это я, да!» «А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там внизу что еще за рожа?» «Батюшки, следователь!» «Какими судьбами?» Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь. «Какими путями?» «Выпьем, черт возьми, трататито том!» «Выпьем!» «Кто вас привел сюда, однако?» «Откуда вы узнали, что я здесь?» «Впрочем, все равно выпьем!» Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки. «То есть я тебя не понимаю!» сказал следователь, разводя руками. «Ты это или не ты?» «Будет тебе!» «Мораль читать хочешь, не трудись!» «Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку!» «Проведемте ж, друзья, эту...» «Чего смотрите?» «Пейте!» «Все-таки я не могу понять!» сказал следователь, машинально выпивая водку. «Зачем ты здесь?» «Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?» Кляузов выпил и закусил ветчиной. «Живу у становихи, как видишь, в глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь?» «Эй!» «Жалко, брат, мне ее стало!» «Сжалился, ну и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником!» «Питаюсь!» «На будущей неделе, думаю, убраться отсюда!» «Уж надоело!» «Непостижимо!» сказал Дюковский. «Что же тут непостижимого?» «Непостижимо!» «Ради Бога! Как попал ваш сапог в сад!» «Какой сапог?» «Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду». «А вам для чего это знать?» «Не ваше дело!» «Да пейте же, черт вас возьми!» «Разбудили, так пейте!» «Интересная история, братец, с этим сапогом!» «Я не хотел идти к Коле!» «Не в духе, знаешь, был под шофе!» Она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, как бабы вообще! «Я спияна! Возьми, да и пусти в нее сапогом!» «Ха-ха!» «Не ругайся, мол!» Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного!» «Вздула, приволокла сюда и заперла!» «Китаюсь теперь любовь, водка и закуска!» «Ну, куда вы, Чубиков, куда ты?» Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такой скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости. Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице. Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и глубоко вздыхая перелистывал Ниву. «Дела-то какие на белом свете!» сказал он, встречая следователя с грустной улыбкой. «Опять Австрия того? И гладстон тоже некоторым образом...» Чубиков бросил под стол шляпу и затряся. «Скелет, чертов! не лезь ко мне!» «Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своей политикой!» «Не до политики тут!» «А тебе?» обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком. «А тебе во веки веков не забуду!» «Ну, шведская спичка ведь! Мог ли я знать?» «Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай! А то я из тебя черт знает что сделаю, чтобы и ноги твоей не было!» Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел. «Иду, запью!» решил он, выйдя за ворота и побрел печально в трактир. Тоновиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной. «Зачем следователь приезжал?» спросил муж. «Приезжал сказать, что Кляузова нашли!» «Пообрази!» «Нашли его у чужой жены!» «Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч!» вздохнул Становой, поднимая вверх глаза. «Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра!» «Говорил я тебе, не слушался!» «Приношу прежде всего извинения...»